Добрый день! Это «Наше время» и далее говорим о главных новостях четверга к этому часу. Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где проходит саммит Европейского политического сообщества. У президента Украины запланированы ряд встреч, а также подписания новых соглашений. О визите украинского лидера в Британию и о помощи Соединенного Королевства Украине поговорим немного позже с экспертом. Гостем нашего проекта будет Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. А пока к другим актуальным темам дня. Урсулу фон дер Ляйн переизбрали главой Еврокомиссии. Ее назначение поддержал 401 депутат Европарламента. Накануне голосования политик пообещала создать в ближайшие пять лет настоящий Европейский оборонный союз с флагманскими проектами по воздушной и киберобороне. Также глава Еврокомиссии раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и назвала вступление Украины в ЕС приоритетом для своего второго срока. Мы должны больше инвестировать в нашу безопасность и оборону. Россия продолжает войну против Украины. Она делает ставку на войну на истощение, на то, чтобы сделать следующую зиму еще суровее, чем предыдущая. Россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягкими. И некоторые в Европе подыгрывают этому. Две недели назад премьер-министр страны Евросоюза отправился в Москву. Эта так называемая мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения. Херсон снова оказался под обстрелом. Российские войска продолжают бить по жилым кварталам города. Пострадали три человека. Среди них 16-летняя девушка. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также разрушены жилые многоэтажки. В них вылетели окна и разбиты стены. Кроме этого, поврежден газопровод. За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. Больше всего российских атак было отражено на Торецком направлении. 29. А также Покровском и Харьковском плацдарме. 26 и 20 штурмов соответственно. Силы обороны Украины держат оборону и на других участках фронта. И продолжают активными действиями наносить оккупанту урон в живой силе и технике, истощая противника. Авиация и ракетные войска. Артиллерия сил обороны Украины нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы российских захватчиков. Поразили два пункта управления противника, средства противовоздушной обороны, четыре радиолокационные станции, станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта оккупантов. Бойцы Легиона Свобода России уничтожили российскую военную технику на аэродроме в Пермском крае РФ. Соответствующее видео добровольцы опубликовали в соцсетях. В Легионе отметили, что спецоперацию провели на территории военного аэродрома Большое Савино, город Пермь. Еще 1130 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом также сообщает Генштаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили еще семь российских танков, 12 боевых бронемашин, 54 артиллерийские системы и 50 беспилотников. А еще сожгли сотню автомобильной и другой техники противника. Защитить небо Херсона. Прифронтовой город уже второй год не только под прицелом артиллерии противника, но и под постоянными атаками беспилотников. Ежедневно в небе над городом фиксируют как разведывательные дроны, так и боевые. Защищают город мобильные группы ПВО. Об их круглосуточной службе далее в сюжете. На вооружении мобильной группы быстрого реагирования 124-й бригады ТРО, которые защищают небо Херсона, американский крупнокалиберный пулемет Браунинг М2. Он позволяет сбить цель на расстоянии полутора километров. Но основная задача – успеть не подпустить снаряды противника к живой застройке. Складно, дуже складно. И складность заключается в том, что мало, мало, дуже часу на відпрацювание. Потому что жили квартали, будівлі, и щоб не влучити в будівлі. Патрулирование города и его окрестностей ведется круглосуточно. Основная охота тут за разведывательными и боевыми беспилотниками противника. Поревнялося с 22-м роком. Війна набагато изменилась. Зараз так, війна дронів. Якщо раніше війна більше артилерії, танків, то зараз війна дронів. То есть мобільно-вогневі групи, їх потрібно більше і більше. То есть це те, що зараз потрібно. После деоккупации города осенью 2022-го года линия фронта с тех пор тут проходит по реке. І російські війська ежедневно обстріливають Херсон, используя все види вооруження. З боевих БПЛА вони збрасують взрывчатку і атакують ціли ФПВ-дронами. Підвищилось використання ФПВ-дронів з кожним місяцем все більше і більше. Більше шахідів, більше крилатих ракет, ланцетів. Постійно в повітрі розвід дрони. Легче не стає. Їх більше і більше. Головне, щоб висота була в зоні нашої роботи. А так збивається все. Екіпаж групи – три воєннослужащих. Наводчик постоянно у пулемета. Його допомога следить за средствами связи, планшетами і радиостанціями. Водитель всегда при полной готовності срочного виїзда. Ребята кажуть, такі мобільні групи – лакома ціль для противника. Хлопці на чергуванні постійно знаходяться. Вони можуть змінювати точки, тому що можна знаходитись в одному місці достатньо довго, тому що туди буде прилетати. Якийсь сигнал, що якась небезпека в повітрі, вони виїжджають там, де можна перехватити і відпрацьовують? Полювання на такі групи було з перших днів війни. Їм дуже цікаво нас знищити, тому що ми перекриваємо простір, як повітряний, так і наземний. Ми хоч і мобільні можемо пересуватися, але зараз почали використовувати впіві дрони, які можуть нас догнати. І при цьому нам потрібно більше маскуватися, більше знаходити такі точки роботи, щоб нас менше було вигляд. Войнослужащі Кінг і Саїд родом із центральної части України. Оба прийшли на фронт добровольцями з початку полномасштабного вторження. Уже третій год служат на херсонському направліні. Говорять, обучитися охоті на дрони противника несложно. Мотивація одна для всіх. Це повинен бути гарний колектив, хороше командування, щоб тебе розуміло, всі потреби. І ціль, яку ти переслідуєш, це вибити ворога з території України. Японія, а також 18 островних стран і території Тихого океана будуть сотруднічати в оборонній сфері. Вопросах змінення клімата і безпасності на морі. Соответствуючіе совмєстне заявлення лідері государств примуть сьогодні. По итогам трехдневной встречи в Токио, сообщаєt Associated Press. Це вже 10-й форум Тихоокеанських островів, який проходить раз в три роки. Як сообщає інформагентство, Японія організовує самміт для сдерживання економічного влияния Китаю в індо-Тихоокеанському регіоні. Італия відправила в Австралию авіаносец для участья в военних ученьях Pitch Black. Эти тренування стануть крупнішими за все время їх проведення, сообщаєt Reuters. В Pitch Black примут участье военно-воздушні сили 20 стран мира, в тому числе США, Великобританії, Японії і Филиппин. Вони перебросили 140 самолётов і 4,5 тисячі военнослужащих на различні военні бази в северній части Австралиї. Учень продляться до начала августа. Эстонія запретила въезд на территорию страны автомобилям с белорусскими номерами. Аналогичное решение ранее приняли Литва і Латвія. Як заявили в Министерстві іностранних дел Естонії, этот запрет касається всіх транспортних средств с белорусскими номерными знаками, независимо от причин нахождения владельца или пользователя в Естонії или Європейському Союзі. Ісключення може бути сделано тільки в ограниченних случаях, в тому числе для гуманітарних і дипломатичних миссій. Литва призывает Європейський Союз ускорить отказ от российського сжиженого природного газа. Особенно после того, как в мае Європа впервые за последні два года импортировало більше голубого топлива із РФ, чим із США. На неформальном заседании Совета ЕС по вопросам энергетики на этой неделе Литва і 12 інших країн Європейська призвали ускорити поиск конкретних путей отказа от импорта российського ресурса і предложили Європейському Союзу разработати конкретний план действий. Ми должны мобилизувати наші усілия і искати меры для дальнійшої диверсифікації енергоснабження і скорейшого отказа от импорта российського сжиженого природного газа. За последние два года мы достигли значительных результатов в сокращении использования ископаемого топлива, а также существенного прогресса в развитии возобновляемой энергетики. Инга Жилиене, заместитель министра энергетики Литвы. Один из крупнейших российских проектов по добыче природного газа «Арктик-СПГ-2» вчетверо сократил производство. Агентство «Рейтер», ссылаясь на свои источники, сообщает, что такой спад возник из-за санкций США, которые привели к отказу от току инвесторов из ряда российских СПГ-проектов. Ситуацию на рынке газа изучили наши журналисты. Нефтегазовая отерсль для Кремля традиционно являлась бюджетообразующей. В 2023-м продажа энергоресурсов принесла российской казне треть доходов. Но после отказа европейских стран от российского газа и нежелания Китая наращивать экспорт горючего из России, монопольный гигант «Газпром» понес сумасшедшие убытки. Для компенсации потерь компании российские власти рекордно за последние 11 лет подняли тарифы для внутреннего рынка на более чем 11%. Как утверждают эксперты, «Газпром» сейчас старается расширить свое производство, но выйти на прежние заработки у нее не выйдет. Теряются специалисты, теряются школы, институты, Губкина и так далее, так далее, так далее. Это 20% для федерального бюджета всегда было, но для многих региональных городов это было 100% бюджет. Вот сейчас у них есть всего два варианта, как развиваться. Первый вариант – это строить газохимические комплексы и развивать те, которые у них есть, комплексы. И второй вариант – это газифицировать села и города России. И первое, и второе – требуют огромных денежных вложений. Не так катастрофично дела обстоят у российского рынка СПГ. Если за два года войны объемы экспорта российского трубопроводного газа в ЕС снизились в три раза, то поставки СПГ остались на довоенном уровне. Впрочем, объемы экспорта сжиженного газа несопоставимы с поставками по трубопроводу. Несмотря на то, что Европа является основным покупателем российского СПГ, его экспорт в прошлом году составил лишь 20 миллиардов кубометров. Это в 10 раз меньше, чем трубопроводные поставки в 2021-м. Ситуация с импортом жирного природного газа из России сейчас довольно противоречивая. С одной стороны, некоторые компании и некоторые страны в преддверии введения санкций пытаются максимизировать прибыль за то время, которое осталось. К 2030 году Москва хочет нарастить производство СПГ втрое, но этого ей не дадут осуществить западные санкции. За последние полгода США и Евросоюз наложили ряд ограничений на эту отрасль. Они касаются запрета реэкспорта, а также технологического сотрудничества с крупными СПГ-проектами. Вследствие этого крупнейший производитель сжиженного газа в России «Новотек» заморозил свой самый амбициозный проект «Арктик-СПГ-2». По словам экспертов, самые большие проблемы сейчас наблюдаются с высокотехнологическими комплектующими и судами для транспортировки СПГ. Россия не могут сами, без внешних подрядчиков, построить завод пожижения газа. Это невозможно. Плюс они не могут сами построить танкеры-газовозы вообще. Монополист Samsung Heavy Industries из Южной Кореи, кроме них очень мало кто может делать такие танкеры. Это очень сложные и довольно уникальные суда. И после того, как в ноябре прошлого года США ввела санкцию против «Арктик-2», Samsung приостановила отношения с Россией по этому проекту. Трудности с экспортом СПГ в европейские страны Москва хочет заменить поставками в Китай. В феврале 2024-го компания «Новотек» открыла свой офис в Пекине. Издание Natural Gas World, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в апреле компания смогла продать 75 тысяч тонн китайским покупателям. Но, по словам издания, из-за отсутствия альтернатив у россиян, клиенты из КНР соглашаются на подобные сделки только под предлогом огромных скидок, из-за чего российские импортеры получают очень малую прибыль. И теперь возвращаемся к главной теме дня. Президент Украины прибыл с визитом в Великобританию, где проведет ряд двухсторонних встреч с партнерами и подпишет новые соглашения в сфере безопасности. Владимир Зеленский встретится с королем Британии Чарльзом Третьим, премьер-министром Киром Стармером, членами правительства и оборонных компаний. Стороны обсудят будущее сотрудничества и расширение украинских возможностей защиты от российской агрессии, а также подпишут межправительственное соглашение о поддержке украинского ВПК. Также в Великобритании уже начался саммит европейского политического сообщества, где Владимир Зеленский выступил с речью. Прежде всего мы должны сохранить единство в Европе и действовать вместе. Путин не смог расколоть Европу, и она должна быть и дальше решительной в противостоянии ему. Путин пытается шантажировать или подкупить партнеров Украины. Надеюсь, что кто-то предаст европейское единство. Конечно, каждый выбирает сам, каким образом действовать. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спиной других, с помощью средств других, если кто-то хочет содействовать войне, обещать что-то против наших общих интересов, скажем, за счет Украины или других стран, почему в таком случае нам вообще следует обращать внимание на таких людей? Евросоюз и НАТО могут решать вопросы без таких людей. Мы хотим работать все вместе, чтобы перезагрузить отношения, заново открыть для себя наши общие интересы и возобновить узы доверия и дружбу, украшающие европейскую жизнь. И эта задача неотложно, потому что на кону наша безопасность. Каждый день Украина защищает не только свой народ, но и европейцев. Поэтому первая наша задача здесь – подтвердить непоколебимую поддержку Украины, еще раз объединиться вокруг ценностей и заявить, что мы вместе поборем агрессию на этом континенте, потому что угроза со стороны России достигает всей Европы. В саммите Европейского политического сообщества принимают участие лидеры 47 стран. Они собрались, чтобы обсудить помощь Украине, вопросы безопасности и энергетики, а также борьбу с нелегальной миграцией. Эта межправительственная организация была создана в мае 2022 года для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Инициатором ее основания стал президент Франции Эммануэль Макрон. Нынешняя встреча участников европейского политического сообщества уже четвертая, и вопрос поддержки Украины на ней – один из самых главных, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Кроме Йенса Столтенберга в саммите принимает участие президент Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн не смогла приехать в Великобританию за участие в заседании Европарламента. Стоит отметить, что саммит европейского политического сообщества стал первой встречей лидеров ЕС после так называемого миротворческого турне премьер-министра Венгрии. В начале июля, напомню, Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В нынешнем саммите Великобритании он также принимает участие. Визит Владимира Зеленского в Великобританию, помощь Соединенного Королевства Украине, а также повестку дня саммита европейского политического сообщества обговорим с гостем. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, уже с нами на связи. Добрый день. Приветствую вас и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, вот еще до начала сегодняшней встречи в Великобритании, Зеленский сказал, что очень важно сохранить единство в Европе, тем самым, наверное, намекая на позицию Венгрии и ее премьера, который ведет, ну, скажем так, псевдомирные переговоры. Вот сильно ли навредил Орбан Киеву и ЕС? И как думаете, какие санкции грозят Венгрии, которая, напомню, сейчас главенствует в Евросоюзе? Ну, скажу так, он сильно всех раздраконил, это точно. Это абсолютно верно, потому что даже по речи нашего президента Украины, Владимира Зеленского, было абсолютно понятно и очевидно, про кого он говорит и кто среди европейских наших друзей и партнеров спекулирует темой Украины и использует ее исключительно в своих политических интересах. Конечно, я назову прямо, что это, например, министр Венгрии, ротационный сейчас глава Европейского Союза, Еврорады, это Орбан, потому что, конечно же, очень легко прикрываться ширмой, вуалью, как будто каких-то мирных инициатив. На самом деле ничего, кроме, скажем, приостановления огня, то, что ровно перекликается с интересами сейчас Кремля и Пекина, Орбан ничего не говорил. Более того, абсолютно безмандатная поездка в Москву, в Пекин, потом на виллу к Трампу, это, конечно же, очень сильно обозлило его европейских коллег и партнеров, потому что такого поведения со стороны лидера одной из стран, конечно же, никто раньше не видел. Но, с другой стороны, это и оголило определенные проблемы, процессуальные, нормативные, если хотите, в самом Европейском Союзе, потому что действительно по статуту Европейского Союза ничего страны сделать Орбану не могли. за проявление, скажем, такой собственной инициативы, но при этом, как бы, да, по факту, я сам анализировал порядки Денни, да, с которыми он прилетал в Москву и в Пекин, это было, конечно же, не порядок Денни, премьер-министра Венгрии. И это, скорее всего, было, конечно же, попытка играть безбандатно по своей инициативе лидера Европейского Союза, что, конечно же, абсолютно не коррелирует... ...по отношению к агрессии Российской Федерации в сторону Украины. Так, меня слышно? Что-то подвисло? Давайте, пожалуйста, слышно. Слышно, хорошо. Да, вот вы только что показывали, собственно говоря, на экранах, как президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Британию, что его наша делегация и делегация Британии встречала. Мы видим, что уже посол Украины в Британии полноценно уже в костюме, а не в военной форме главнокомандующего приветствовал президента Украины. Ну и, конечно же, мы должны прекрасно понимать, что этот визит... В процессе этого визита Владимир Зеленский получил право, как высказать, скажем, свою позицию по поводу визита Орбана, так и еще раз, как публично, так и не публично, провести соответствующие важные переговоры с лидерами европейских стран. Это своего рода бенефис Сталмера, нового премьер-министра Британии, которого вы сейчас видите буквально на своих телеэкранах. Это либорист. Они, насколько мы уже можем понять, так сказать, не в восторге от жесткого Брекзита, то есть жесткого отделения Британии от Европейского Союза, что повлекло серьезный системный экономический кризис в саму Британию. Сейчас вот буквально на наших глазах, и в том числе, конечно же, дружественной Украины, Сталмер пытается перенастроить, перезапустить, если хотите, целый ряд отношений Британии. Алексей, я предлагаю про Британию немножко позже поговорить. У нас еще будет время на это. Давайте вернемся к визиту Владимира Зеленского. Вот мы говорили о том, что он проведет ряд встреч в Великобритании и подпишет несколько новых соглашений о безопасности. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, ну что это за соглашения, в чем их главный смысл, и как именно они могут помочь Украине защитить себя? Как я уже и говорил, что для нас любая встреча на таком уровне серьезном, международном, да, с участием нескольких десятков стран, как с Европейского Союза, так и не только с Европейского Союза, там буквально на наших экранах только что был представитель Армении. То есть для нас это возможность также усилить свои позиции, пополнить наши договора двусторонние про безопасность, которых уже на самом деле очень много и с ключевыми нашими партнерами. Кстати говоря, с той же Британией такой договор есть, как с Соединенными Штатами, так и с Европейским Союзом. То есть такие двусторонние договора, это конкретные обязанности конкретных стран по обеспечению приоритетных внешнеполитических задач для Украины. Например, это создание международного специализированного трибунала, чтобы привлечь к ответственности Путина и руководства Российской Федерации. Это работа по замороженным активам, это возможность все-таки забрать у оккупанта запорожскую электростанцию, это возможность вичкудывания соответствующих ущерб, нанесенного агрессией Российской Федерации и целого-целого ряда важных пунктов, основой для которых является в принципе формула мира. Но с каждой отдельной страной еще проговариваются отдельные пункты, например, взаимодействие в плане оборонительных инициатив, создание совместного ВПК с большим процентом концентрации в Украине. Это, кстати говоря, чрезвычайно интересно не только самой Украине, но и другим странам, потому что все прекрасно понимают, что самая дееспособная и самая мощная сейчас армия на европейском континенте, это, конечно же, армия Украины. И иметь соответствующие разработки совместного ВПК с Украиной, это, так скажем, выгодно и в политическом, и экономическом, и в сфере, собственно говоря, безопасности. Поэтому мы видим, что, по сути, Владимир Зеленский, вот его очень правильно сейчас показали этот кадр, он в центре находится стола. По дипломатическим канонам это означает, что тема Украины является центральной и ключевой для этого заседания, а, собственно говоря, и по правую руку от господина Сталмара, премьер-министра нового уже Британии. То есть я думаю, и я глубоко убежден, что эта встреча, она активизирует уже те договоренности с Британией, которые где-то, возможно, затормозились в связи, скажем, с нестабильной политической и экономической ситуацией в самой Британии. Ну и, конечно же, это позволит получить дополнительные такие бонусы от синхронизации позиций не только с европейскими лидерами, но и с лидерами, которые были на всех этих встречах. Вот как раз есть у нас информация, которую хочется обговорить вместе с вами. Новое британское правительство, которое возглавил Кир Стармер, продолжит поддержку Украины и будет укреплять отношения с европейскими партнерами. Об этом накануне заявил король Великобритании, Чарльз Третий в своей речи на открытии первой сессии парламента нового созыва. Услышим. Мое правительство будет продолжать оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО. Мое правительство будет стремиться перезагрузить отношения с европейскими партнерами и будет работать над улучшением торговых и инвестиционных отношений Соединенного Королевства с Европейским Союзом. Мои министры будут стремиться заключить новый пакт о безопасности для укрепления сотрудничества в борьбе с общими угрозами, с которыми сталкивается Соединенное Королевство и Европейский Союз. Ну вот это как раз частично то, о чем и вы говорили. Великобритания – это ведь один из главных столпов поддержки Украины. И после смены правительства Соединенное Королевство продолжает активно помогать Киеву. Кстати, Лондон уже давно разрешил Киеву бить своим оружием по военным целям на территории РФ. Сегодня же аналогичной поддержки Владимир Зеленский просит и от других союзников. «Военные аэродромы в тылу России должны быть уничтожены», заявил президент Украины. Объясните, пожалуйста, как возможность бить по военным целям именно в тылу агрессора и именно, может, по аэропортам, по аэродромам влияет на способность России продолжать эту войну против Украины? Ну давайте с последнего начнем, потому что это действительно тема, которая наша украинская делегация и непосредственно наш президент и очень серьезно лоббировали и на 75-м ювелином саммите в Вашингтоне НАТО. Про это непосредственно говорил в том числе и наш министр иностранных дел господин Кулева. Потому что действительно для Украины это один из следующих шагов к тому, чтобы мы могли вести не только, скажем, асимметричную войну с превышающими ресурсами противникам, агрессорам, оккупантам, но и частично уже вести асимметричную. Потому что абсолютно очевидно, что когда боевые действия проходят только на территории Украины, то Российская Федерация за счет Украины хочет и достигать своих политических целей. Это, скажем, политическая часть этого вопроса. Но есть и чисто военная, потому что нападение на Харьковском направлении и возможность бить западным вооружением сейчас ограничивается, к огромному сожалению, определенным километражом. Насколько я понимаю, это примерно 100 километров. Западные ракеты, те же Storm Shadow, те же Scalp, те же Atacom, конечно же, могут быть рассчитаны на абсолютно другую дальность поражения вглубь Российской Федерации. И вот тут как раз мы же говорим, что, скажем, мы просим это разрешение, потому что это прежде всего превенция, превенция дальнейшего ненападения на конкретное направление со стороны Российской Федерации. И второе мы говорим, что это в ответ. Потому что сейчас получается, что примерно в зоне от 200 до 250 километров даже наши партнеры соответствующую карту уже нарисовали, в интернете есть, наши уважаемые телезрители могут ее найти. И пять военных аэродромов находятся как раз вот в этой зоне, недостижимой, к огромному сожалению, чисто, ну скажем так, для использования вглубь территории Российской Федерации западного вооружения. То есть что происходит предметно и понятно. Вылетает с этого военного аэродрома российский самолет, выпускает трехтонную ракету, которую уже Россия официально подтвердила использование против Украины. И все, и вылетает. И получается, что наши защитники не могут сработать по этому самолету, который выпускает такой парирующий боеприпас, что, соответственно, да, наносит огромный ущерб в том числе гражданскому населению. Ну и как раз эту тему сегодня будут обсуждать Великобритания. Алексей, спасибо большое, что нашли время и помогли нам разобраться в теме. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. Я же отмечу, что телеканал Freedom внимательно следит за визитом Владимира Зеленского в Великобританию и саммитом, который там проходит, о всех важных решениях и заявлениях расскажем уже в следующих эфирах нашего телеканала. В частности, и в проекте «Наше время». «Наше время» выйдет в следующий эфир в 21.00. Тогда узнайте о главных новостях дня. Оставайтесь с ридом и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова